Общество само атомизировано. Атомизировано до предела. Атомизировано умышленно. Это огромная страна. Она не могла не жить коллективно, потому что на наших просторах, с нашим климатом в одиночку не выживешь. Так сложилась русская община, русская артель. Посмотрите, так сложилось всё. Она перемолола многих реформаторов, которые хотели сломать эту общину. Вердяев точно сказал, только если бы этой общины не было, русской артели, не было бы никакой советской власти. Потому что советы сами оттуда, из общего интереса. И вот это сломано сегодня. Сломано, удар нанесен и нанесен по самой сердцевине российского менталитета, как теперь говорят. Починить невозможно? Очень трудно. Очень трудно. Или невозможно? Пора признать, что проехали. Не убежден совершенно, что этот дух, вот встреча с молодёжью, сохраняется и сохранится. Это коллективизм, это общинность, это умение соборно работать, это духовность, особая совершенно русская, российская духовность. Причём, это же обычно забывает, что ещё три религии великих этот вопрос тоже решили здесь, на этой территории. Все эти три религии, и православие, и ислам, и буддизм ставят общий интерес над личным. Подчиняют личный интерес этому общему интересу. Это абсолютно точно. И только оттуда, с запада, к нам пришло протестантство, где личность стоит над общим интересом. Вот это сломано. Но это не по крестьянам. Атомизировано общество. Смешной вопрос. Мне недавно рассказали, что стали обследовать, был вопрос, какая песня в России сегодня самая популярная. И оказалось, важнее всего погода в доме, а остальное суета, есть ты и я, а всё, что кроме, можно уладить при помощи зонта. Я думаю, Лариса Дольевна, я уважаю её, она поёт хорошую песню, но что в ней заложено? Мой дом, моя крепость, ничего больше, ты и я, а всё, что кроме, решится при помощи зонта. То есть вся страна отделилась от государства, мой дом, моя крепость, а до государства... Произошла колоссальная атомизация общества. Одно из самых опасных явлений и, более того, противостоящее, противоречащее тысячелетней судьбе русского народа и России. Славянство. Вот что произошло. Но я думаю, что это не так просто. Что этот дух рано или поздно возникнет. Верите в это? Верю. Вообще в судьбу России верю.